В традиционных всероссийских соревнованиях по легкоатлетическим метаниям, которые проводятся уже в 19-й раз, принимают участие около 200 спортсменов из 36 регионов страны. Сегодня, в первый день состязаний, легкоатлеты боролись в дисциплинах по метанию копья и молота. В выступлении девушек лучший результат показала спортсменка из Тольятти. На этих соревнованиях, в первом виде, палки на Софья, российское достижение установило 71-75 метаний молота, 3 килограмма для девушек. Но ожидаем, что еще будет. Ну, это первый старт, в преддверии чемпионата первенства России, который пройдет через 10 дней здесь же, в Атлере. Хорошие результаты девушки показали и в метании копья. Спортсменке из Липецка удалось выйти вперед уже с первой попытки, бросив снаряд до отметки 44,82. В финальном броске ее опередили на 2 метра, и последняя попытка для Валерии Кучиной стала решающей. Бросив копье на расстояние 46 метров и 75 сантиметров, девушка заняла первое место. В своей победе я была уверена. Мне нужно было соперничество, дух соперничества. Все-таки я все время, с первой попытки я шла первая, мне не с кем было соревноваться. А последние попытки девочки прибавили, ну и тоже надо прибавлять. Среди юношей и юниоров интересная борьба прошла в метании молота. По итогам трех попыток лидировал московский спортсмен Илья Евгеньев с результатом 70-32. Но в финале победу вырвал Данил Данилов из Московской области, бросив молот на отметку 71 метр 62 сантиметра. В метании копья среди юношей первым стал Захар Иордан с результатом 62,44. Из юниоров лидировал Вадим Бубнов. Спортсмен из Сахалинской области бросил копье на расстояние 63 метра 82 сантиметра. В среду пройдут соревнования в метании диско, и первый зимний старт у спортсменов завершится. Затем они примут участие в чемпионате России. И уже по его результатам лучшие легкоатлеты будут отобраны для участия в зимнем Кубке Европы. Турнир пройдет в середине марта в Португалии.